Мы активно обсуждались и так далее. Опять же, могу сказать только свое субъективное мнение, но мне это очень понравилось, потому что в этом была такая наглость, в этом было столько какой-то настоящей сексуальной энергии. Никогда, ну, мы это обсуждали с Сашей Петровым, поэтому я могу об этом говорить, никогда что-то я вижу, что там Саша Петров изображает вот так, значит, как будто он анонирует. Ну, как бы, и понятно, что это игра, и в этом нету этой честности, в которую ты сразу веришь. Но когда я вижу Кристину вот в этих сценах, я не знаю с точки зрения, там, этики и ее, там, отношений с Харламовым, но это было круто. И это в этом была такая наглость и сексуальность, такая другого рода. Мне понравился фильм «Текст» очень. А сцены эти? Сцены, я, мне неудобно их смотреть. Я посмотрела бы, собственно, это кино без этих сцен. В общем, ничего бы в моем сознании и восприятии не изменилось бы. Вообще-то я еще примерно понимаю, как это снималось и так далее. Ну, не конкретно я про текст. Про текст непонятно. Ну, это как с телефона снималось. Но вообще, когда такие сцены, что это всегда все неловко, все ржут, что это, как правило, часто бывает, если там крупный план в этот момент, и ты там вот это все изображаешь, что в этот момент нет этого партнера, а у тебя только камера, ну, это все какая-то, все равно это все обман. Поэтому говорить здесь про какую-то честность, это немножко странно. Поэтому это все равно кино, это все равно... Поэтому мне вот этот момент, я помню, что на репетиции трех сестер Константин Юрьевич Богомолов пришел и возмущался, что в фильме «Аритмия» он не увидел момент проникновения актера. У меня тоже это на столе, что когда мужчина так стоит у стола, что вот этот момент не может всунуть, простите, потому что не может у тебя такого... Я как-то посмотрела фильм «Аритмия», и мне очень нравится фильм «Аритмия», мне все равно, что там будет. Но ты знаешь, меня это отравило, вот эта его фраза, не поверишь. Он мне сказал про то, что действительно любое соитие в кино, ты должен, простите, вставить. Ты не можешь просто взять, как бы, и там же не ведро, простите, что ты так. И я после этого везде, где я вижу вот этот какой-то секс, и когда мужчина сразу одним движением так делает, я теперь всегда это вижу, и я в этом вижу ужасную фальшь, потому что я уже об этом помню и понимаю, что вот этого момента, когда ты как бы вот это все делаешь, его нету, а он должен быть. Но согласись, что это так? Да, наверное, мне вот... Я вообще не реагирую на эти вещи. Мне все равно, вот... Я не вижу их, короче. Что для тебя сексуально? Вот можешь, не знаю, назвать фильм, который тебя, не знаю, возбуждает, и возбуждает сексуальные фантазии. Что вообще ты считаешь сексуальным в жизни? Приведи какие-то примеры. Почему-то мне... Я помню, что когда я посмотрела впервые «Жизнь Дэвида Гейла», как ни странно, хотя это совсем вроде не эротический фильм, но что-то меня там как-то вот зацепило. Там студентка приходила к... Она инициировала харассмент, как раз-таки там такая тема была. Там Кевин Спейси. Вот. Ну, не то, что это не означает, что я там, да, у меня какие-то есть фантазии на тему, не знаю, студенток или педагогов, или там харассмента, или чего-то, но просто как-то там это так было сделано, и такая была эротическая сцена, она мне очень понравилась. Продолжение следует...